На улице, ребята, хорошо. Оксана! У меня где-то Оксана гуляет во дворе. Тут к ней друг пришел, и они где-то гуляют. Только где, не знаю. А мы сейчас пойдем с мужем посмотреть, сколько петхов профоткать, да на продажу выставить хочу. Снег почти растянул, но тут еще, чтобы снег... Ой, к веревкам не подобраться. У нас потихоньку тает снег уже. Видите, где ходили тропинку вот так вот? Пшик, там есть. Муж уже пошел срайку открывать. Ой, 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 ой. Отходи, отходи, пускай выходит. Вот, ребята, смотрите, наши курья. Одеты, говоришь, как... Ну да, слушай, здоровенные. Ребят, кому нужны петухи? Вот, видите, черный петух, еще петухи. Так они тут все... Вот, петух красивый, вообще классный. Петруча, выходи! Слушай, тут раз, два, три, четыре, пять. Пять здесь вижу. Вон там еще красивый. Кому, ребята, нужны петухи, приходите. Иди выгоним, Петруча. Боишься? Давай отойдем, пускай. Иди, папа, выгоняй Петруча. Сейчас Петруча выйдет, наш любимый Петруча. Ребят, кому нужны петухи, петухов продаем за 400 рублей. Если кому надо, приходите. У нас петухов 7 или 8 петухов, так что... Но у нас они крупные эти. И куры крупные, и петухи крупные. Вон, какой лошадь вышел на дощечку. А, Петруча там дерется. Выгони, выгони его сюда. Выгони все. Там муж дерется с Петручей с лопатой. Владик, давай, 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 давай его. Утюхакой! Что, никак не хочет, да? А эти тоже все в него. Вот этот вот вообще черный. Вот он, вот он, вот он. Остальные тоже петухи классные. Муж пытается Петруча выгнать. О, Петруча. Это что, Петруча, что ли? Это не Петруча? Нет, Петруча. Эй, господи. Они все как Петруча, блин. Такие же большие. Какие вы кули. Выпускать начинаем их теперь каждый день. Они гуляют. Классные петухи? Большие, крупные. Петруча? А что он такой маленький стал по сравнению со своими детками? Да, тут его на их петухи крупнее, чем он стал. Ну, он уже что, в возрасте. Молодое поколение его меняет, да? Хорошо на улице. Смотри, а куры не отличаются от петухов таким же размером, да? Проходи. Проходи, проходи. Давай. Петрович. Какие красивые петухи. Смотри, вот эти вот два вообще смачные. Вот этот особенно. Какие ноги у них мощные. Ты только за мной не взимой, Тити. А этот на всех вообще взлетает здесь, как стомашарые. Это курица. Смотри, у него тоже ноги какие мощные. Это курица. Петух? Он просто недорожкий, я ее расчистану. Мне кажется, это курица. А где Петруча? Петруча опять в сарайку зашел. Вот дурак. Так что вот такая вот у нас живность. Вы хотели увидеть, мы вам показали. Все, сезон пошел. Можно курей хоть каждый день теперь выпускать. Которого? Рыжего черного? Ну, а вот который рядышком вот сейчас вот с черным стоит. Это что, курица ведь? Ребая такая. Да. Так у некоторых курей такие гребни. Ну, походь хоть и не курица, и не курица похожа. Надо посмотреть в Ютубе, как определяют. А то некоторые... Вот это вот наседка курица. Это наседка. Это наша порода. И вот та, которая хвостом виляла, тоже на сетке. Где? А, ну да. Красивая. Оно, знаешь, как будто как пепельный оттенок идет чем-то такой. Или ты вот про ту? Да вот как раз вот там. А, ну да. Темная вот такая. Красивая. Ну, у нас таких не было. Это у нас вот от этого Петручьи все детки. Ну. У нас цвета красивые, но нынче вот цыплят. Это в том году вот, который у нас цыплята мы вам показывали. Вот они нынче. Это все прошлогодние. Все же прошлогодние или есть старые? Старых нету. Так нет. А, нет, есть. Да, да, да. Ну, у них, смотри, у этих вот молодых вот, которые, Петручьи, смотри, какие это лапы у всех мощные. Прям офигеть. Не встать. Мощные лапки какие у них. Что-то сегодня очень холодно. Где у нас там Петручек спрятался? Этих-то я не боюсь, а вот Петручья-то я боюсь. Здесь Петручий где-то спрятался. А эти не. Вон, вот этот вот черный петух. Смотри, какие у него ноги все в перьях. Вот у этого петха. Пёрышки прям. Смотри, прям как много перьев на ногах. Вот у этой курицы тоже, смотри, ноги в перьях. Мне кажется, курица. Посмотрим. Ну, вот здесь, кому надо, обращайтесь. Петухов у нас хватает, но продадим любого. И будут вот такие же красивые рябы и всякие у вас тоже цеплята. Мне вот эта вот нравится. Курочка с рекой красивая. Она такая, кстати, крупненькая. Откуда ты топчешься? Одной лапой главное затоптать хотят. Ладно, пошла я домой, пускай они гуляют. Что, не будешь загонять? Ещё пускай погуляют. Смотри, как они снег налетели. Есть что-то это прямо. Опять воды выпили уже всё. А Петруча так и не выходит на солнце. Оте-отте, какая курочка. Хорошенькая. Красавица. Ладно, пусть растут гуляют. Давай, давай. У нас, ребята, день. Что, ты там с собой сок взяла? Ну ладно, пошли. Мы с Оксаной пошли на почту. Там какой-то мелкий пакет пришёл. Пойдём, заберём. Ну и по пути зайдём, заберём молоко. Мне сегодня опять принесли 3 литра молока. Надо забрать по пути. И да, ребят, сейчас я вам скажу интересные новости. Хочу с вами поделиться радостью, который меня записали на биопсию на 26 число. 26 числа я поеду. Я надеюсь, что у меня будет всё хорошо. Я стараюсь себя держать на позитиве и не расстраиваться. Будем надеяться, что всё будет хорошо. Так что помолитесь. Я очень надеюсь на это. Сегодня бабушка звонила. Я ей сказала. Я говорю, меня записали на 26. Позвонили с онкологического центра. И на биопсию на 26 число записали. Она, конечно, заплакала. Я говорю, нечего плакать. У меня ещё ничего нету. Я говорю, не расстраиваться. Она говорит, Настя, у нас же по родовой линии. Говорит, рак есть. Говорит, уже третье или четвёртое поколение с раком. Я говорю, и что теперь? Не жить, что ли, дальше? Не, мы живём дальше и радуемся жизни. Ладно, мы с Оксаной идём на почту. И вы пошлите с нами. А на улице, ребята, так хорошо. Хорошо, солнышко светит, глазки. И что ты за мной идёшь? Какой-то пёс за мной идёт, смотрите. Пошёл вперёд нас, деловой, хвостиком виляет. Смотрите, какой пёсик. Он сегодня весь день что-то за мной ходит. Я сегодня с садика шла, а он от остановки ко мне подошёл. И всё ходит за мной. Но я ему тут на днях булочку давала. Выходила с улицы, выносила булочку ему. Ты, видать, бездомный что-то опять пёс. У нас тут много бездомных собак. Ладно, идём на почту. Пришли мы уже с почты. И зашли по пути в магазин. Так, первое, показываю. Забрала молоко 3 литра. Хлеб 2 булки купили. 2 батона купили. Свети пришла посылка. Тут гель для наращивания. Она заказывала себе. И пришли ещё верхние типсы для наращивания. Она учится. У меня пускай учится. Дальше я увидела, что привезли свежие лёгкие, печень, почки, селезёнки. Всё здесь. Я вот сердце взяла. Целый пакет на 4 килограмма. И лытки. Вот такие вот лытки. Тоже на 4 килограмма взяла. Сейчас всё это разберём и в морозилку уберём. Тут вон целый пакет. Вот всё это вместе почти на тысячу. Кое-то ещё? Так, 700. Ой, 400 и 400. Ну, 800 рублей вышло. Вот это вот два пакета мяса. Убираем морозилку. Оксана сидит, делает поделку. А Катя у меня тут спит. Уснула вместе с котёнком. Покажи, что это за журнальчик. Давай покажем. Вот такая вот аппликация делать надо. И Оксаночка делает. Молодец. Я сегодня тебе клей куплю. Не забуду. У неё клей заканчивается. Карандаш, да, Оксана? Ну-ка покажи. Давай посмотрим. Вот так покажем. Молодец. Ну, чуть-чуть криво наклеила. Ну, ладно. Им нравятся вот такие вот аппликации, чтобы клеить. Да, Оксана? Вот. Потом эту будешь делать, да, ещё? Ну, сейчас она вот эту вот делает. Сейчас крылышки будешь приделывать? А покажи с крылышками как будет. Приложи вот крылышки сюда. Нет, не... А чё так неровно-то обрезала крылышки? Ну, ладно. Ну, вот так вот красиво будет. Отпусти. Красиво. Ладно, давай, работай. Я хочу посидеть полчасика повышевать. Начал новый процесс. На канале Влог Рокоделия вы можете увидеть. У нас уже вечер. Мы с Оксаной идём в садик. Давай её на самокат. Марина сегодня попросила самокат ей взять. Ну, выходи. И мы берём ей самокат. Чтоб в садик идти. Так что вот так вот. Подожди, сейчас ключи опять домой унесёшь. Блин, замок закрыть не могу. Вот. Надя, отнеси ключи, папе, отдай. Я самокат понесу. Что-то самокат у него какой-то... Да жду, конечно, тебя. Жду, жду. Мы пришли с садика. Муж у меня тут готовит рожки, варит. А здесь он сказал, сердце, лёгкие, печёнку. А, почки, да, ты положила мне печёнку? Готовит. А я достала вот эти вот сосиски для гриля. Я тут недавно покупала пакет. Там почти 3 килограмма. И хочу их ещё пожарить. У нас вечер. Муж приготовил ужин. Сегодня на ужин будут рожки с сосиской, кто захочет. А кто захочет, там печень, лёгкие, сердце. Всё такое, короче, пожаривает. Сейчас покажу, что у меня детки сделали, пока я им накрывала на стол. А дети у меня помыли игрушки. Молодцы. Они у меня, видите, положили сушить. Я наложила рожки с сосиской. Ну, это как для гриля. И сейчас ещё печень с почками и сердцем положу понемножку. Всем и кушаю. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Трисonda. Трисonda. Трисonda.